Почти два года после предполагаемого отравления. Я до сих пор не могу нормально ничего делать руками. Я не могу открыть дверь нормально. Я могу ее открыть, но потом я несколько минут не могу ничего делать своими руками. Меня зовут Ирина Баблоян. Я российская журналистка. Работала 16 лет на радиостанциях в Москве, которую закрыли после начала войны в 22-м году. Мы продолжили работать просто в Ютубе. В это же время усилились репрессии в отношении журналистов. За мной следили сотрудники Центра ЭП по борьбе с экстремизмом. За мной была слежка в Белгороде, когда я ездила туда, в командировку. Много раз разные непонятные люди, которые представлялись сотрудниками разных спецслужб, подходили ко мне на улице рядом с моим домом. И либо угрожали, либо советовали уехать и так далее. В этот момент я начала работать над кейсом с детьми из Украины, которые оказались на территории Российской Федерации. В какой-то момент стало настолько неприятно уже находиться по ощущениям внутри России. Я уехала в Крузию. В один мне стало очень плохо. Не понимала, что со мной происходит. У меня страшно болел верх живота. У меня было затуманено сознание. Мне казалось, что у меня температура 50. Я толком не могла пошевелиться. И в таком состоянии я пробыла несколько дней. Но спустя долгие месяцы обследований мне в клинике сказали, что результаты моих анализов все тесты потеряли. Ну, если мне потом спустя несколько месяцев сказали, что нашли некоторые металлы, но мне до сих пор не сказали ни диагноз, ни что именно нашли, ни то, как можно меня вылечить, а симптомы некоторые у меня есть по сегодняшний день. Почти два года после предполагаемого отравления я до сих пор не могу нормально ничего делать руками. Я не могу открыть дверь нормально. Если я могу ее открыть, но потом я несколько минут не могу ничего делать своими руками, потому что они очень болят, и нервные окончания не в норме совсем. Мне кажется, что российские журналисты сейчас делают одну из самых важных работ. Я лично для себя не считаю возможным сейчас переставать работать, даже в какие-то сложные моменты и психологические, и физиологические, потому что у нас есть аудитория, которая нуждается в нас, и у них нет другого способа не только узнать правдивую информацию, а просто почувствовать, что они не одни, и что есть люди, которые думают иначе, не как российская пропаганда. Редактор субтитров А.Семкин